Приветствую вас, знаете, я буду с вами откровенен и скажу честно, что в ответе на ваш вопрос можно очень далеко уйти в плане его интерпретации, потому что подобное, вот то, что вы описываете, может иметь очень много оснований под собой, вот, и на мой взгляд, если сейчас мы все начнем, кто вас все горяч, гадать, лучше вам от этого не будет. Свои проблемы вы вряд ли решите, таким образом, на мой взгляд вы ее не решите, вообще, поэтому решать, конечно, вам, но мне кажется, что лучше будет все-таки разобраться более детально, смотрите. Давайте для начала не будем искать причины того, почему вы стали таким и как понять. Давайте лучше поисследуем то, чего бы вам хотелось, например, и то, как вы себя чувствуете из-за подобного состояния. То есть, конечно, прямо об этом вы не пишете, но как бы намек, мне кажется, есть, что вы следите. Стыдитесь того, что чувствуете, а точнее, стыдитесь того, чего не чувствуете. То есть, словно говоря, стыд не добавляет вам вероятности того, что вы начнете чувствовать то, что сейчас не чувствуете. Но, вместе с тем, стыд также сам по себе является чувством чувства стыда. Хотя, я бы сказал, что это больше эмоций от стыда, ну, не важно. И, на мой взгляд, вам крайне желательно было бы изучить его. Чем оно связано, как себя проявляют? Почему вы его ощущаете? Ощущение ли вы все должны делать то, чего вы сейчас не хотите? Ощущение ли вы все должны чувствовать то, чего вы не чувствуете? Ну и так далее. То есть, по факту, это вот то, что может отъедать ваш ресурс эмоциональный. Условно говоря, когда-то вам не захотелось что-то чувствовать по отношению к другому человеку, а захотелось эти ресурсы сохранить, вы почувствовали себя виноватым, и как-то это все наложилось на то, что вы были вне души о себе думаете. Уж я не знаю, что именно. Вот. И к вас это закрепило. Такое поведение. Потому что оно было очевидно не один раз. Так что здесь нужно разобраться именно с чувствами и о том, что, возможно, вас подавляют. А дальше уже искать подходящие именно для вас способы выражения своих чувств. Не важно какие и не важно кому. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.